Учение Будды появилось на севере Индии, в Наланде. Харага крепко распространилась, широко распространилась по Индии. Потом оно распространилось в Тибет. И из Тибета оно распространилось в Монголию. В Монголию как внешнюю, так и внутреннюю. И таким образом учение Будды распространилось во многих странах. Из Тибета это учение Будды было распространено и в другие уголки мира. Подобные учения – большой духовный праздник для последователей учения Его Святейшества Далай-Ламы 14-го в буддийских регионах. После основной части учений духовный лидер ответит на вопросы участников видеоконференции. Возможность задать свой волнующий вопрос есть и у буддистов Тувы. Так во время учения к Далай-Ламе обратился Чамбал Мангуш из Хуретси Чедлих. Самка – это необходимое условие для существования буддийского учения. Как должна развиваться самка в современном мире? Какие действия необходимо предпринять со стороны санки и со стороны грян для ее развития? И что нужно сделать, чтобы в буддийской регионах было больше монахов? Спасибо. Я думаю, что учение в Будды заключается в том, что мы читаем молитвы или танцуем буддийские ламские танцы, которые называются Чамб. Очень важно, чтобы мы изучали знания относительно ума, знания относительно сознания. И, как мне кажется, это знание сейчас развивается. И монахи должны учиться в монастырях. И очень важно, чтобы эти монастыри пребывали, чтобы в них жили монахи. И было бы очень важно, чтобы туда приходили монахи. И поэтому те, кто оставил мирскую жизнь, должны следовать монашеским правилам. И также должны изучать учение в Будды в своих монастырях. Они должны изучать учение в Будды в своих монастырях. Но также они должны распространять учение в Будды, знания. Как говорят сами верующие, для них это знаменательное событие. Особенно сейчас, в период пандемии. Я вот слушаю учение Далай-Ламы, так как сейчас такое страшное время. Из-за болезни все страдают. Я сегодня пришла сюда, одноклассник, тоже в тяжелом состоянии из-за коронавируса. Поэтому я свечу, сожгла и слушаю учение Далай-Ламы. Это очень важно для всех, для народа и для всех живых существ. Объяснение фундаментального трактата Майнтрея «Украшение махаянских сутр» – основная тема учений. Когда его святейшество Далай-Лама зачитывает вслух классическое произведение по философии буддизма, слушатели не только воспринимают его содержание на интеллектуальном уровне, но также получают от учителя некий энергетический импульс. Связь чувствуется. В это время медитируешь. И намного сильнее чтение, молитвы, мантры – это в сто раз сильнее, чем, допустим, просто запись, когда смотришь. А когда прямой эфир – это как будто ты уже на том месте ощущаешь себя. Каждый человек в своей душе – он маленький Будда. И когда людям делаешь добро, когда ты светил своим мыслями, душой – это уже большое счастье. Учение его святейшества Далай-Лама для буддистов России проводится в Индии с 2009 года по просьбе досточтимого Елорин Поче и Верховного Ламы Калмыкии при поддержке Верховного Духовенства Тувы. Прямую трансляцию учений с синхронным переводом на русский язык можно посмотреть на официальной странице по ссылке ниже. Айра, сад Буямангуш, Айдин Куглар, Тува-24.